Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 23 есть ребенок, сегодня погода плохая, дождь и холод, решила не водить ребенка в сад. Соответственно, на работу не пошла, а теперь так стыдно, почему чувствую вины перед всеми. На работе, в детском саду, я даже перед собой сижу и думаю, что люди подумают, что я плохая. Ну, смотрите, в первую очередь здесь про нарушение личных границ, то есть, как бы, как происходит вот то, что мы делаем, что-то за 100 чувствую вину, мы это делаем из компенсации. То есть, вы решили не водить ребенка в садик, вероятно, потому, что не хотели сами идти на работу, скорее всего. Ну, потому что ребенка, наверное, надо было спросить, хочет ли он в садик или нет. Да? Вот. И как-то ему решать, идти ему в сад. Так получается, что вы решили за него. Вот. И, соответственно, если вы его не спросили, то вы сами не хотели идти на работу. Почему вы не хотели идти на работу? Потому что вы, вероятно, перенапрягаетесь. На работе. Вот. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, если вы перенапрягаетесь, то, конечно, вам хочется отдохнуть. Что вы и делаете? Только после этого испытываете чувство вины. Потому что забудете о себе, вы можете только так. когда получаете какое-то разрешение, чисто внешнее. Не опираясь на себя. Дальше. А вы боитесь, вы боитесь быть плохой. Это страх. Но вот подумают о вас, что вы плохая. И что дальше? Что будет? Каких нежелательных последствий вы боитесь? На этот вопрос нужно ответить. Следующее. Это ваш интерес. То есть ради чего, во имя чего вы поступали, поступили так, как поступили. Из какой ценности, из каких мотивов вы решили поступить так, как поступили. Это очень важно. Потому что, если вы этому не уделяете внимания, если вы на это не обращаете свое внимание, то тоже возникает чувство вины. Потому что мотивации нет. Человек такое существо, он не может находиться вообще без мотива. Либо мотив его, бог. То есть что-то, что принадлежит ему. Либо массив других людей. То есть что-то, что принадлежит другим людям. То есть если вы не слышите себя, например, если вы не слышите то, что нужно вам, например, вот, то вы будете слышать то, что нужно другим будет услышать то, что хотят они. Да. По-другому не бывает, когда человек, условно говоря, пуст, когда человек пустой, я имею ввиду, когда у него нет его собственных мотивов, например, то в этот момент появляются мотивы других. Хотим мы этого или нет? Нравится нам это или нет? Понимаете? Вот. Поэтому да, это для вас это повод задуматься о том, для чего я делаю то, что делаю. И какой у меня чаще всего мотив, чтобы делать то или иное. У меня мотив какой? У меня мотивация какая? Понимаете? Какая штука. Вот. Если вы с этими аспектами поработаете, я думаю, чувство вины у вас несколько снизится. Вот. Вот так вот. Это запрос на психотерапию. По сути. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Петр позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.